Всем привет! Меня зовут Юля, вы на канале о вязании. Сегодня у нас 19 апреля и я хочу вас поздравить с светлым днём Пасхи. Желаю вам всего самого наилучшего, самого хорошего, чтобы вас сопровождали только хорошие люди и приятные мысли. Сегодня видео будет о моих процессах, о моих продвижениях и о готовой работе, которую вы сейчас видите. Готовая работа была связана примерно два дня назад, еще не успела постирать, но вот только как сниму видео, сразу отправлю в стирку. Это джемпер для моей старшей дочки на возраст 10-11 лет. Вязала из бобинной пряжи 30% кашемир, 70% меринос. Очень хорошая пряжа, образец прям после ВТО такой воздушный, мягкий-мягкий, такое ощущение, что связан был из 100% кашемира. Но, к удивлению, там еще и меринос. Но все же пряжа замечательная. Вяжется быстро, потому что вязала на спицах номер 4. Очень красивый узор, здесь оригинальные шишечки. То есть, если вы не любите вот эти классические бугорки, то вы можете с легкостью связать вот такие шишечки из вытянутых петель, если я не ошибаюсь. Вот они. Они аккуратные и самодостаточные, красиво смотрятся, мне очень нравятся и вяжутся намного легко. То есть, если вы вяжете классические шишечки и они могут западать, то в этом случае все замечательно, все хорошо, ничего не западает. То есть, как вы связали, так они и есть. И также мой совет, если вы хотите связать классические шишечки, то лучше брать спицы меньшего размера, вязать плотно, тогда у вас все будет в порядке и они будут на своих местах. Но не об этом. Все попозже. Так, начинала вязать реглан сверху вниз. У меня горловина связана резинкой 1х1, где используется скрещенная лицевая. Регланная линия, состоящая из одной лицевой скрещенной петли. Посредине идет такой замечательный узор. Он взят из книги 260 японских узоров. Эту схему я вам оставлю в Инстаграме, когда сделаю фото уже после ВТО свитера, точнее джемпера, извините. И, наверное, все-таки оставлю в сообществе, потому что многие пишут, что нет доступа в Инстаграм. К моему, конечно, удивлению большому, но все же разные люди, разные возможности. Так что, наверное, оставлю в сообществе. Так, ушло всего 200 грамм. Скажу вам сейчас по размерам. Ширина составляет 37 см. Высота вот этой точки к низу 52 см. Регланная линия 19 см. Потому что вот эта горловина хорошо, прям плотненько прилегает к горлу. Такая высокая получилась, в принципе, то, что мне заказывала дочка. Высота рукава от подреза и до конца составляет 36 см и ширина 10 см. У меня рукав прямой. Прямой по той причине, что я делала прибавки с этой стороны только в каждом третьем ряду. Не в каждом втором, в каждом третьем ряду. Ну, тогда у вас нужное количество петель. Если у вашего ребенка стандартная рука, то вам, в принципе, хватит делать прибавки в каждом третьем ряду. Высота регланной линии сделать свое дело. Вам не нужно прям таких никаких расчетов. Но если уж вы хотите прям сильно, точно все рассчитать, то вы измеряете объем руки, где у вас будет заканчиваться регланная линия. Измеряете, считаете точнее, сколько петель у вас отведено на рукав в начале реглана. Затем от объема, ну, вот этот объем руки переводите в петли. Отнимаете от этого количества петель вот это количество, что в начале. И у вас есть то количество петель, которое вам нужно прибавить. Потом считаете, в каком ряду вам нужно делать прибавки и сколько раз. Вот и все, в принципе. Очень легко и понятно. Я думаю, что нет никакой сложности. И вот низ. Здесь видно, что резинка немного косит, но это только потому, что здесь скрещенно-лицевая. Но думаю, что после ВТО этого всего не будет. Все будет в порядке. Кончики не прятала. Кто следит за мной, кто меня слушает внимательно, когда я снимаю видео, знает, что кончики прячу только после ВТО. Потому что пряжа, когда мы ее стираем, она раскрывается, тянется немного, может садиться. Зачем нам лишние проблемы. Все замечательно, я считаю. У меня вот за такое долгое время, уже почти конец месяца, у меня только первая готовая работа. Нет, еще есть одна. Это был Хейвард из пряжи Янард Флауаврес. Я снимала видеоописание, рассказывала, как вязала. И это видео зашло. Я оставила вам подсказку. И там вы увидите мою первую готовую работу. Это Хейвард из полухлопковой пряжи. Вот, в принципе, что я хотела вам показать. Дальше, дорогие друзья, покажу, над чем я еще работала. Что я вязала. А вязала вот это замечательное изделие. Это бактус, который я вяжу из очень-очень классной пряжи. Вот, смотрите, уже продвинулась. Вот это пряжа Янард Флауаврес. Красивая расцветка. Прям потрясающая, нежная. Такая весенняя, летняя. Из этой пряжи вы сможете связать не только бактус, но еще плечевое изделие, как я вязала Хейвард. Эту пряжу вы можете заказать в магазине Вязанка. Ссылочку вам оставлю внизу в описании под видео. Именно у них я заказывала эту пряжу. И кому интересно, этот цвет 293. Моточек весит 250 грамм, имеет 1000 метров, 55% хлопок, 45% полиакрил. Пряжа очень классная. И после стирки петельки стоят ровнее и все отлично ложится в лицевой глади. Если не ошибаюсь, вязала Хейверд на спице 2,75. А вот бактус вяжу на спицах 3,5. И вы знаете, полотно такое мягкое, воздушное, приятное. То есть я бы вязала и вязала, не переставала. Это мой любимый процесс. Но все равно нужно немного смотреть схему, где какие убавки делать. Но также я говорила ранее, что в принципе ряды я не считаю. То есть вам видно, здесь собрано несколько узоров. В каждого узора свой рапорт, в высоту, в ширину. То есть этого я ничего не считаю. Я знаю, сколько мне нужно здесь сделать перекрещиваний. Чтобы потом сделать жгут. В каком месте сделать второй жгут. Ну и потом, чтобы расходилось это все. И также листья. Я отметила в схеме, где мне нужно начинать делать второй листочек. И где мне нужно уже делать ответвление. Вот это. Вот так. Вяжется быстро. Также у меня спрашивали буквально сегодня, в каком ряду я делаю прибавки. Я делаю прибавки в каждом втором ряду. То есть на лицевой стороне. Я думаю, что можно, в принципе, снять мастер-класс по этому бактусу. Показать вам как что. Но не знаю, будет ли это актуально. Наверное, ближе к осени я могу вам показать. Край совсем не заворачивается. По той причине, что делаются правильные прибавки. И здесь, конечно, двойной рис тоже стабилизирует полотно. Вот так, в принципе. Это еще мой один такой процесс, который я продвигала. Дальше не менее потрясающий процесс. Это мой кардиган. И покажу, какая у него особенность. Так, как есть, все вам показываю. Я уже отсоединила рукава. Теперь буду работать. Точнее, уже начала вязать тело. Вот так. Я думаю, что по этому кардигану отсниму видео. Как я его начинала вязать. Вот, может, завтра это сделаю. Потому что модель достаточно интересная. Я вдохновилась. Ну, как сказать, чем я вдохновилась. Хочу здесь сделать пояс. Из репсовой ленты. Я сначала нашла в Пинтерест фото. Если смогу, то я вам вставлю. Если нет, то извините, конечно, потому что там качество не очень. Но если смогу, то покажу. Если нет, то чтобы вы знали, что фото было в Пинтерест. Может быть, тоже искать. Но там был узор вафля, если не ошибаюсь. И тоже пояс. Потом я нашла схожее видео у Ольги Кондратьевой. Где она рассказывала, как вязала свою модель. Вот я уже начала подготовительный такой процесс для пояса. Вот так это все выглядит. Потом вам сниму мастер-класс. То есть я делаю кармашек для репсовой ленты. Если будет вам так более понятно. Вот. Это будет кармашек. Дальше, что я хочу еще сделать. Когда уже вывяжу вот этот кармашек. Я хочу сделать прибавки, наверное, рапортов 4 на бедра. Кто новый на канале, скажу, что вяжу кардиган из пряжи Alize Cotton Gold. Но вы сможете связать из любой другой пряжи. Здесь нет ничего сложного. Мы начинаем вязать от воротника. Но говорю же, что будет в видеоописании. То есть я буду рассказывать, как вяжу. И уже более подробно расскажу вам. И покажу, как делать вот этот кармашек для репсовой ленты. Завтра к вам, наверное, подключусь. Может, с завтрашнего дня начну снимать вязальный влог. И тогда буду вам... Ну, когда вы увидите, как выглядит этот кармашек. И у вас может возникнуть своя идея, где его можно применить. Да. И хочу закончить вот этот кардиган, наверное, уже на следующей неделе. И приступить к новому кардигану. Я показывала в предыдущем видео, где я рассказывала о пряже новой, которую заказала в магазине Вязанка. И там был мятный кардиган, который я хочу вязать для своей дочки. Вот по этому кардигану у меня будет очень подробный мастер-класс. Мы будем вязать его вместе с вами. Там замечательный, потрясающий узор. Я не нашла ни одной схемы, не нашла ни одного описания. Но попытаюсь по узору в журнале написать схему или сделать описание этого узора, чтобы вы могли в открытом доступе пользоваться и применять в своих каких-то изделиях. Вот так, дорогие девочки, дорогие мои друзья. У меня, покажу вам, пряжа очень экономная. Прям экономная, да, цветом не сказала. Это 390 цвет. Вот. В 100 граммах 330 метров. У меня вот столько осталось от второго мотка. То есть у меня еще 3 целых и почти, можно так сказать, пол кардигана уже готова. Самая сложная часть связана. Дальше рукава. Рукава будут широкими. Но тоже вам говорила в предыдущем видео, что буду собирать их на манжете. То есть, наверное, все-таки буду делать убавки. Провязываю две петли. Одно лицевой. То есть, в два раза сокращать петли. Вот так. Больше ничего не вязала. У меня понча становилась. И, наверное, оно так и будет ждать своего череда, часа. Так как я хочу начать вязать летний кардиган для дочки. Потому что узора, конечно, он очень классный. Потрясающий. Уже показывать вам не буду. Покажу, наверное, когда начну вязать. Ну, а кому интересно, вы можете перейти на видео о покупке пряжи. Будет подсказка в верхнем правом углу. И там вы увидите этот кардиган. Он классный. И, наверное, я все-таки использую вот этот пояс. То есть, он еще будет с поясом идти. Так что, мне эта идея очень понравилась. И мы с вами свяжем кардиган. Это обязательно. И даже знаю, из какой нитки буду вязать. Ну, так что, девочки, пишите ваши комментарии. Сдавайте ваши вопросы. Что сейчас вяжете вы? Вяжете ли вы еще какие-то осенние, весенние? Например, может, на холодную весну какие-то изделия. Мне будет очень интересно почитать, узнать. Может, вы уже вяжете майки, купальники. Также, кто вяжет кардиганы, пишите, каким способом вяжете. Вяжете реглан-погон или обычный реглан, реглан сверху или реглан снизу. Потому что кардиган, который я буду вязать для дочки, буду вязать регланом снизу вверх. И там я покажу, как рассчитывать петли на тело, сколько петель набирать рукава, сколько делать прибавок, в каком ряду по рукавам, чтобы, когда вы соедините рукава к телу, вы делали убавки. Тоже нужно рассчитать, в каких местах делать убавки, в каком ряду, чтобы у вас было нужное количество на горловину петель. Вот и все. То есть, будет подробный мастер-класс. В моем мастер-классе вы сможете связать любое изделие для себя, из любой пряжи на любой размер. Ну, как-то так. Желаем хорошего настроения, позитивного мышления, всего вам самого наилучшего. Помните, что я вас люблю, ценю. И всем пока. Ставьте лайк.